Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Здравствуйте, друзья! Большой привет всем, кто смотрит и слушает первые и единственные в России телеканал с синхронным вещанием в «ФМ-диапазоне» телерадиоканал «Страна.ФМ». Меня зовут Александр Хайрулина, программа «Лучшая стране». И здесь, вы уже знаете, вы уже привыкли, как правило, всегда появляются люди, только лучшие в своей области, в своей сфере, лучшие в нашей стране. Сегодняшний день не исключение. Я с огромной радостью и гордостью представляю вам своих гостей, друзья, президент пляжного футбольного клуба «Локомотив» Виталий Погодин и главный тренер команды Илья Ленов. Здравствуйте! Добрый день! Спасибо вам огромное, друзья, за то, что вы к нам пришли, еще не с пустыми руками. Обратите внимание, пожалуйста, что у нас на столе находится. Это очень тяжелый, очень красивый, самый настоящий кубок. Дело в том, что в прошлом году вообще у футбольного клуба, у пляжного футбольного клуба «Локомотив» были грандиозные победы. Это победа на клубном чемпионате мира по пляжному футболу. Как раз за эту победу, я так понимаю, кубок и получен. И победа в чемпионате России 2017. И вот теперь, внимание, по итогам этих соревнований футбольный клуб «Локомотив» стал самым титулованным четырехкратным чемпионом России по пляжному футболу и единственным в мире двукратным чемпионом мира среди клубов по пляжному футболу. Вот здесь опять бурные овации, аплодисменты и наше поздравление, конечно. Спасибо. Ну, вы молодцы, невероятные чемпионы. И, правда, очень гордимся тому, что вы находитесь в нашей студии. Спасибо вам за приглашение. Единственные в мире двукратные чемпионы мира. Ну, вы сами скажите, пожалуйста, как относитесь к этим громким словам? Ну, в общем, как это? Все закономерно? Так и должно быть? Или все-таки, да, пришлось постараться попотеть, что называется, чтобы завоевать этот титул? Анатольевич, давай. Ну, на самом деле, да, у нас удалось собрать сильную команду в этот раз. Но, как все говорят, там, сборная мира, там, и все остальное. Но как тренер наш Илья Ильич всегда говорит, он, а вы посмотрите другие составы. В других командах, там, в бразильских Фламенко, там, в Каринтии, там, были собраны не менее сильные игроки. Турнир был очень представительный. И он в Бразилии всегда собирает самых, по большому счету, лучших игроков со всего света. Это такой очень престижный, на самом деле, в клубном чемпионате самый сильный турнир. Сколько команде лет на сегодняшний день? В 10-м году она была образована. В 10-м году. Ну, и вообще, надо сказать, что, в принципе, российские победы в этом виде спорта, они тоже не так давно начались. Правильно? До этого, по-моему, Бразилия там лидировала огромное количество лет. Какие-то еще страны, да, Россия. Ну, если верить, опять-таки, интернету, что-то там у нас началось с 2011-го, по-моему. Сборная мира, да, мы стали в 2011-м году. Но уже до этого сборная России о себе в полный голос заявила. В 2007-м году, впервые попав на чемпионат мира, то есть мы достаточно уже успешно тогда начали выступать. И с тех пор, да, команда у нас возмужала, выросла. И именно сборная России в 2011-м году стала впервые чемпионом мира. На данный момент сборная России является двукратным чемпионом мира. И в 2015-м году мы стали бронзовыми призерами. То есть, в принципе, как и клуб, как и сборная, в принципе, все турниры, которые есть на земле, по пляжному футболу, клубные турниры все выигрывали, так и на уровне сборных все турниры мы выиграли. Друзья, скажите мне, пожалуйста, в чем секрет успеха? Я думаю, что с этим вопросом, не исключая, что наверняка к вам обращались и футбольные тренеры, наверное, обычного, привычного нам футбола, но как же так? Уж тем более пляжный футбол России, мне кажется. А вот здесь бы как раз абсолютно спокойно относились граждане, если бы было бы так, ну, как-то там участвуют и все. А здесь же победа, а здесь же чемпионы мира. В чем секрет? Ну, на самом деле, не только футбольные тренеры задавали такие вопросы. И сами футболисты. И хоккеисты, и прославленные хоккеисты тоже сами задавали такой вопрос, в чем секрет. Но это, в первую очередь, секрет, пускай Илья Юрьевич расскажет, если он хочет рассказать такие секреты. А на мой взгляд... То, что можно, Илья Юрьевич, все ли надо. То, что можно. И этот вопрос задают тоже иностранные журналисты, в чем же секрет российского, так сказать, успеха в этом виде спорта. Ну, первое, я считаю, что нам удалось, и это все-таки мы находимся под эгидой РФС. Российский футбольный союз очень много уделяет внимания, пляжному футболу в частности. И мы, как бы, это самое главное. Потому что чемпионат России проходит под эгидой РФС, и чемпионат мира, он проходит под эгидой ФИФА. Поэтому, соответственно, мы не являемся олимпийским видом спорта, но с точки зрения высшей степени в футболе мы, как бы, там, где нужно находимся. Это самое главное, на мой взгляд. Потом уже, конечно, и появилось то, что у нас стал самый сильный чемпионат в России. Мы смогли сделать такой чемпионат, где на сегодняшний момент уже все тренера других команд говорят, что вы за счет такой силы чемпионата легионеров, привлечения своих ребят, мы дали возможность им играть с самыми сильными игроками в мире. Там, бразильцы, португальцы, швейцарцы, но они здесь проходят такую практику, это на мой взгляд, что потом они выезжают на международные соревнования, они их не боятся, они уже, значит, к ним привыкли. Может, что-то Илья добавить? Илья Юрьевич, да, пожалуйста, у вас наверняка тоже есть свои какие-то практики. Ну да, я считаю, что, во-первых, это у нас самый сильный чемпионат в мире. То есть все самые сильнейшие легионеры, самые сильнейшие, все российские футболисты, все собраны в нашем чемпионате. И это дало толчок и импульс для развития именно российских футболистов. В связи с этим, так как у нас сильные клубы, сильный чемпионат, ребята выросли, подросло хорошее поколение. Сейчас у нас есть небольшие проблемы, у нас идет смена поколений, скажем, в сборной России. Ждем приток новых молодых футболистов, но... Волнительно всегда, наверное, это невероятно. Есть, есть, есть небольшие проблемы, но мы справляемся, игроки приходят, тянутся. Но вот не хватает нам, да, немножко вот этого вот освещения, пиара, нам немножко этого не хватает. Ну, мы занимаемся теперь этим, будем, очень плотно, друзья, да. А куда обращаться, скажите, тем, кто сейчас решил для себя, что он должен стать обязательно пляжным футболистом? Ну, информации много и в интернете есть. Кстати, что для этого нужно? Нужно просто играть в футбол обычный с детства, хотя бы как минимум? Безусловно, да. Но ведь там правила совершенно другие в пляжном футболе. Да, нюансов много. Играем 4 на 4, 4 полевых, пятый вратарь. Игра совершенно другая по динамике, 3 тайма по 12 минут, с перерывом по 3 минуты. То есть матчи могут идти каждый день, и так может быть 5-6 дней подряд. Играем в жару, непривычные условия, песок, тяжело передвигаться. И босиком, да? Это правда? Да, да, безусловно. Много передач по воздуху, красивых ударов, красивых моментов. Но в то же время практически всегда стадион находится у воды. Всегда играет музыка во время матча. Это приятно. Мы схожи с вашим каналом. Мы действительно только под музыкой играем. Только под музыкой. Ну это удивительно. Ну и босиком, я думаю, да, если все-таки температура песка. Если матч, предположим, в той же самой Бразилии или где-то еще. Здесь как футболисты защищаются. Очень просто. Выходит поливальная машина, поливает песок. А, охлаждает все. Да, охлаждает, мокро. Ожоги бывают очень часто, когда особенно в Италии проходят чемпионаты. Там вот это было. Там и отборочные этапы. Там просто очень сильная такая серьезная жара была. И когда матчи проходят, как правило, уже днем. И это здесь ребятам очень тяжело. На самом деле я, как сказать, горжусь, что у меня есть такие парни, которые ничего абсолютно не боятся. И выдерживают такие моменты, тяжелейшие, можно сказать, с точки зрения физических нагрузок. И когда голыми ногами ты по горячему песку, плюс никто не убирает ноги, кость в кость играет. Тут многим большим футболистам нужно еще посмотреть и брать с них пример. Но это же кошмар. Конечно, пальцы выбивают. Мне кажется, это одна из главных. Хуже бывает, когда минусовая погода. И ты играешь босиком в минус. Идет дождь, может быть легкий снежок, а ты должен играть. Это в Москве. Это так бывает у нас. Да, да. Ну, хорс-мажор бывает. Матч состоится в любую погоду. Я не знаю, кто самый закаленный вообще спортсмен. Это действительно спортсмены, это пляжные футболисты. Или самые, может быть, больные. Я бы очень не хотел, чтобы мы с вами обратили внимание, но, наверное, тех наших зрителей и слушателей, которые, может быть, в силу разных на то причин, но, безусловно, уважительных, не совсем до конца понимают. То есть уже понимают, что определенные правила существуют в пляжном футболе. Естественно, участвуют только профессиональные спортсмены там, да, играют. Не просто любители. И все дело происходит ведь не просто на пляже. Да, покрытие песочное, да, но это же все равно стадион. Это искусственно созданный еще стадион, куда, в принципе, высота песка достигает 40 сантиметров. А песок, кстати, настоящий или, как бывает, лед искусственный? Все привозят, могут и кварцевые. То есть идеально, конечно, если привезти, но, как всегда, в Европе бывает немножко экономия. Ставят прямо там, где ходят и отдыхают отдыхающие, скажем так, да? Стадион ставят, нет, стадион ставят трибуны, и все, и так происходит. То есть бывает, что песок попадаются и гвозди, и палки, но это, скажем так, просто от того, что немножко экономят в Европе. В России все это профессионально. Стадион, искусственный песок кварцевый, то есть чистый. И высота песка, повторюсь, 40 сантиметров должна быть. Сколько команд в России на сегодняшний день? Вы знаете, у вас есть информация такая по пляжному футболу? Ну, в Суперлиге участвуют 8 команд. Суперлига. Это Суперлига. 8 команд. А так, Москва, Питер, еще какие-то города? Саратов, Саратов, Самара. В Москве у нас Локомотив, ЦСКА, Спартак. Женский пляжный футбол существует? Существует. И очень, да, и очень прилично развивается. Там тоже есть у нас какие-то победы, успехи, губки. Прилично девчонки выступают, и Евровинерскап, это аналог Лиги чемпионов большого футбола. То есть там девчонки, да, прилично выступают. И Локомотив был чемпионом России в 2011 году. Так что, да, у нас женский футбол тоже прогрессирует. Друзья, мы прервемся совсем ненадолго, после чего обязательно продолжим общаться с нашими героями, чемпионами, с нашими настоящими спортсменами. Это программа «Лучшая в стране». Телерадиоканал «Страна.ФМ». Ну, а, кстати, если у вас есть какие-то вопросы нашим гостям, вы можете их активно задавать. Ватсап Вайбер 8 909 928 189 и 9. 909 928 189 и 9. «Лучшее в стране». На телерадиоканале «Страна.ФМ». Друзья, у нас сегодня в гостях президент пляжного футбольного клуба «Локомотив» Виталий Погодин, главный тренер команды Илья Леонов. Мы сегодня, конечно, чествуем наш замечательный футбольный клуб «Локомотив», потому что прошлый год, 2017-й, был очень успешный. Это была победа в чемпионате России и победа на клубном чемпионате мира по пляжному футболу. И как меня все-таки заставляют говорить правильно, Мундиолита. 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 2017. Можно это, можно и так, как вам нравится. Нет, это правильно. Вразильское. У нас вот здесь находится кубок победный и медаль. Это победа, и победа, надо сказать, которая абсолютно честно получена, я так понимаю, да, в битве, и финальная битва была с Ираном. Да, с Иранской командой. Все случилось в декабре, первые числа, где-то 10 декабря, Бразилия, жара, и наши спортсмены, наши герои. Сколько игр всего пришлось провести, сколько соревнований было, турниров? Рассказывай. Четыре игры. Первый групповой этап. Начали с команды «Спортинг» португальской, где базовая команда сборной Португалии и усиленная бразильскими легионерами. Была, в принципе, очень хорошая игра с нашей стороны. Сразу забили, повели, в общем, уверенно выиграли. Второй матч с бразильской командой был. Тоже, в принципе, достаточно легко. И вот самое сложное, это было с хозяевами, там, с Коринфянс, команда, где болельщики, где полные трибуны, домашняя игра на их стадионе. То есть выиграли тяжелейший матч. В принципе, это был матч за выход в финал. Кто выигрывал, тот дальше выходил именно уже в финал. То есть вот это, наверное, самый такой был определяющий матч. Выиграли, все, вышли в финал. И, опять же, не менее сильная команда, иранский клуб, базовая команда, опять же, сборная Ирана. И в последнее время у нас непростые встречи. То мы обыгрываем, то мы проигрываем. То есть практически на равных, да? Да, да. Очень-очень сильная иранская команда. Давно они в пляжном футболе. Сильнейшая, одна из сильнейших топовых сборных. Вот, опять же, тяжелейший матч. В один мяч мы выиграли. Ну, заслуженная победа. Все игры выиграли, все матчи мы... Надо же сказать, что все эти сборные, они же из теплых, ну, жарких стран практически, кроме наших ребят. Наши-то ребята выезжали из России, матушки, когда здесь уже все-таки зима, пусть не такая лютая, но смена климата, вот это сказывается на здоровье или как? На состояние самочувствия? Мы думаем все время над этим вопросом. До этого у нас были выезды, мы заранее выезжали. В этот раз, так как турнир был скоротечный, решили... Походы в солярий? Нет, не походы. Вы будете смеяться, но на самом деле ничего страшного нет. Сейчас уже в Москве построены два комплекса, но в одном это комплекс в Химках, мы тренировались, уже есть скрытые залы, и это как раз-таки дает возможность спокойно готовиться, хотя бы, ну, таких уже приближенных условиях, да, в теплых условиях, не на песке, не на снегу бегать тренироваться. Я очень хочу попросить запустить сейчас видео, мы сделали небольшую нарезочку, но вас, конечно, попрошу прокомментировать то, что мы во всяком случае видим. Финальный матч. Это как раз с Ираном? Да, да, против команды. Вот, друзья, кто нас смотрит, обратите внимание, пожалуйста. Такой чудесный пляж, белый песочек. Даже пальма стоит там в углу. Вот так мы голы сбиваем. И спиной. Антон Шкарин. Так, команда «Локомотив» в красном. Да, да, да. Вот видите все эти моменты. Вот так играют вратари. Причем очень опасно могут играть и забивают очень часто голы. Сейчас пропустим, скорее всего, мы... Ну да, уже 3-0. Сейчас 3-0. Сейчас вот удар. Необязательно. Рикошет, кочки. Все опасно. Ах, какие эмоции! Да. И такие же мы забиваем от кочки. Опять вот сейчас хороший удар. Наш вратарь. Кстати, надо к слову сказать, что Максим Чушков стал лучшим вратарем на чемпионате мира. Он стал лучшим вратарем и в России. И очень здорово отыграл этот сезон. Является первым номером, да, сейчас и в сборной России, и в «Локомотиве». Ну скажите мне, пожалуйста, а как трибуны восприняли победу русской команды? Хочу сказать, да, что после той победы, одержанной над «Коринтиенсом», да, трибуны болели за нас в финале. И это видно. Ух! Греба поддержки. Да, трибуны болели за нас. В финальном матче они болели за нас. Это вот руководство иранской команды, вот эмоции, хорошие эмоции. Слушайте, какие классные танцы, что это? Радуемся. Нет, это специальное какое-то вручение, вот получение кубка. Самый кубок находится у нас сегодня в студии. И медаль. Это мэр города. Вы счастливые ребята, довольные очень. Браво! Хорошие эмоции, хороший турнир. Все было классно. Пляжный футбольный клуб «Локомотив». Чемпионы мира. Спасибо вам большое. Потрясающе, по-моему, яркое видео, очень такое красочное. Погода видно отличная. Трибуны, по-моему, тоже даже вполне спокойные. Ну, теперь, конечно, хочу спросить о составе. Многие сейчас, наверное, посмотрели на нашу сборную. И да, и обратили внимание, наверное, о том, что есть там и афроамериканцы. Можем рассказать, Лея, о какой состав сегодня у нашей сборной? Нет, это у клуба. У клуба «Локомотив». Да, да, да. Выглядим почти как сборная мира. У нас миру по нитке. Так как это не российское соревнование, скажем, в чемпионате России у нас есть определенный лимит на легионеров. То есть всего лишь три легионера у нас могут быть в заявке. Так. Так как заявка на матч составляет 12 человек, да, то есть у нас ограничен, да, лимит, чтобы за один клуб не выходило, да, там, одни легионеры играли. А так как у нас международное соревнование, то есть мы не были ограничены никакими рамками. То есть и так получилось, что взяли четверку легионеров, четверка россиян, два вратаря у нас было, наши российских вратари сборной. Вот, да, привлекли мы швейцарец у нас был, Дэйн Станкович, который в составе «Локомотива» был два раза чемпионом России. Был легионер у нас бразилец Нелита, который, кстати, признан лучшим футболистом был этого турнира. И он в этом году будет играть в составе «Локомотива». И также еще был у нас португалец Мартинс, был японец Азума Рейро. Натурализованный бразилец, кстати. То есть у нас, в принципе, была как сборная мира, да. Но все эти ребята играют в чемпионате России, мы всех каждый день, в принципе, видим в сезоне. То есть это же не случайные люди, они знают немножечко русский язык, культуру и так далее. Потому что они сильные футболисты. К тому же они сильные футболисты. И задача была поставлена выиграть турнир. Поэтому мы усилились, укрепились. И сделали это, выиграли. Друзья, прерываемся совсем ненадолго, после чего продолжим нашу интересную беседу. Оставайтесь с нами. Это программа «Лучшее в стране». Друзья, продолжаем общаться с нашими гостями. У нас сегодня президент пляжного футбольного клуба «Локомотив». В гостях Виталий Погодин и главный тренер команды Илья Леонов. Мы еще немножко, конечно, поговорим с огромным удовольствием о победе на клубном чемпионате мира по пляжному футболу 2017. Куба как раз за победу, в котором чемпионате стоит. У нас сегодня на столе находится здесь. Я хочу все-таки поинтересоваться. Я пытаюсь себе представить состояние бразильцев. Мало того, что в Бразилии зародился этот самый пляжный футбол. Они очень много лет становились победителями. Все понятно и логично. И вдруг в какой-то момент удача от них отворачивается. И появляется Россия, которая громит всех. В спортивном смысле этого слова. Какая там атмосфера у них происходит сейчас? Что они думают? Что они говорят между собой? Есть ли у вас эта информация? Ну, они задают этот вопрос. Журналисты иностранные, бразильские. Я давал там интервью. Они тоже самое. А почему? Откуда у России такой вид спорта, как пляжный футбол, так развивается? Потому что действительно мы, я уже говорил, что мы очень много уделяем этому внимания. И со стороны российских железных дорог, нашего генерального спонсора, если бы не было такой поддержки, мы не смогли бы создать такой клуб. Потому что он все-таки не имеет огромной инфраструктуры, но все равно затратный. Потому что у нас там по четыре выезда бывает иностранных там в году, что очень интересно. И бразильцы были в шоке. Но сейчас они уже немножко привыкли, потому что первый шок у них был, конечно, в 2012 году, когда мы впервые стали чемпионами мира. И мы в финале как раз таки обыграли. Бразильский клуб был в «Фламенго», а подготовку мы проходили в Рио-де-Жанейро, как раз на базе «Фламенго». И они нас в товарищеском матче там обыграли. Там было очень серьезное мероприятие такое, нас приглашали специально для этого. И уже были все уверены, что там, ну все, где там «Локомотив» там. Они названия наши с трудом читают, понимают, что «Москва» тогда все. А, «Москва», «Москва», «Москва» это все, не все понятно. Значит, «Москва», «Россия», «Москва», все ясно. И тут, когда в финале мы обыгрываем, а показывали это по центральному телевидению Бразилии, они были уверены, что это практически там победа, первый ему, там второй ему «Диолита» был, и обыграли. Вот тогда для них был шок, они, конечно, тогда заважали. Но тут еще ко всему прочему добавились победы сборной, там практически пять, там в пяти турнирах подряд сборная России не проигрывала Бразилии. И для них это была катастрофа. Они, конечно, тогда, у них началась паника, они более серьезно начали к этому вопросу относиться. И сейчас даже не смешно, а вот именно сборной Бразилии, чтобы было понятно, насколько у нас серьезный чемпионат России, прилетает главный тренер Бразилии в Россию, проводит три дня тренировки, двух фратарей привозит, улетает в Португалию, выигрывает «Мондиолита» среди сборных. Вот такой состав на сегодняшнем российском чемпионате. Это невероятно. Но это невероятно, но есть определенные минусы. Мы спорим все время, с какой количеством должно быть легионеров, больше, меньше, как развивается вид спорта. Поэтому это нескончаемые споры. Но, в общем, есть плюсы, есть минусы. Потому что мы все равно ждем наших ребят, мы на них очень сильно надеемся, чтобы они росли. И основной аргумент сегодня в РФС, когда мы принимаем решение на комитете, какое количество должно быть легионеров, оно должно быть такое, чтобы наши ребята тоже росли, тянулись, им нужно играть с сильными спортсменами. А вот сколько должно быть их на площадке, никто не может точно сказать. Так что бразильцы уже привыкли к нашим победам. Вот сейчас у нас не случайно Иран оказался, несколько слов скажу, в финале. Что это тоже неожиданностью было, да? Нет, это не неожиданность. В финале Иран очень серьезная сборная. Во-первых, они на очень серьезном уровне проводят там все свои соревнования, чемпионаты внутренние. Сборная очень серьезное отношение. Но самое главное, там отношение к спортсменам. Чтобы было понятно, мы еще играем один серьезный турнир, Евразия-Виннерскап, он как-то называется, да? Он в начале апреля сейчас будет, это уже второй турнир. На финал, на награждение прилетает министр спорта. Вот он встретился, они были с президентом Ирана, допустим, в Москве. На следующий день они возвращаются в Иран, и он прилетает к нам и на награждение этих соревнований, на наших соревнованиях. Люди, которые становятся просто там лучшими игроками на каком-то турнире, там, ну, условно, межконтинентальный кубок, который проходит в Дубае, они его встречают с лавровым венком на кабриолетах. Это не значит, что наших нужно так встречать, но просто отношение к спортсменам, и они даже в аэропорту не показывают своих документов. Вот я просто был свидетелем, настолько узнаваемые, уважаемые спортсмены. Ребята, чтобы было понятно, те ребята, они не выиграли там и одного, 10% того, что выиграли наши спортсмены. Но они национальные герои. Они национальные герои, поэтому у нас немножко, конечно, вот нас как-то к спортсменам относятся не очень. Я не знаю, почему в России, но надо своих ребят все-таки уважать и очень сильно любить, и они того стоят. Ну, я думаю, Виталий, что после того, как теперь уже все точно узнали, что лучший в мире, лучший клуб в мире павлажного футбола «Локомотив» теперь-то уже совершенно спокойно. Я думаю, ничего не мешает всем также возлюбить наших футболистов пляжных и тоже сделать их настоящими героями нации. Тем более, вот даже есть подтверждение. Пожалуйста, этот замечательный кубок. Скажите мне, пожалуйста, чем занимаются сейчас спортсмены? Отпуск продолжается. Ну, нет, у нас сейчас период межсезонья. Все ребята поддерживают форму. Мы играем в мини-футбол, играем в футбол 8 на 8, играем в большой футбол. Много для разнообразия. Это надо для разнообразия. Опять же, это навык, это практика. Это разный футбол, в принципе. То есть, разная где-то тактика, где-то техника. Но все ребята в тренировочном процессе. Все мы видимся 2-3 раза в неделю. Все вместе играем в футбол. Так что поддерживаем форму. Сейчас непосредственно турнир у нас в Иране запланирован. 3 апреля старт. Про то, что только что Виталий Анатольевич сказал. Это ближайший 3 апреля будет. Да, да. И с 1 февраля команда выходит официально на песок. Начинаем тренироваться. Да, Виталий Анатольевич сказал, что у нас построен крытый, уже два крытых манежа в Москве. Ну, скажем. А как вы, Виталий, сказали, что бросают травку, переходят на песок? Ну, на это, да. Это выражение. Нет, нет, сейчас не об этом. И готовимся к турниру. Начинаем готовиться именно непосредственно на песке. А в апреле, значит, Иран. Что еще будет дальше? У нас... Известно уже? Да. У нас дальше после Ирана турнир в мае. Это аналог Европейской Лиги Чемпионов. Евровинерс Кап у нас называется турнир. То есть, где 50 сильнейших клубов со всей Европы съезжаются, в этом году это будет в Португалии, и проводятся турниры. И в течение 10-11 дней надо будет сыграть 10 игр. То есть, игры каждый день. Но это, если все нормально, если команда будет выигрывать. Понятно, если ты оступаешься, то турнир для тебя заканчивается. Тяжелейший турнир. Все сильнейшие футболисты мира, все принимают участие. Дальше после Евровинерс Капа это чемпионат России, это Кубок России. И опять же, и в конце года это Клубный чемпионат мира, опять Мундиолита. Ну, насыщенный график, что хочется сказать. Да, отдыхать не будем. Друзья, мы будем очень рады видеть всю команду клуба. Ну, хотя бы половину, по возможности, перед вашим отправлением в Иран. Мы с удовольствием почествуем, как положено. С удовольствием придем. Всех сделаем фото, видео. Ну и, конечно, с удовольствием потом будем следить за тем, как будет происходить, как раз проходить соревнования. Что я хочу еще спросить? Скажите мне, пожалуйста, как обстоят дела с чирлидингом у нашей команды? У нашей команды отлично. Этим занимается у меня мой младший брат. Но, как правило, когда... Да, но на самом деле это шутка. Когда у нас проходят соревнования, и организация, которая проводит, она отвечает за этот процесс. На самом деле, вот наш вид спорта, он немножечко еще зависит, знаете, как от чего? От места проведения. Город понятно, что там, а еще от места проведения в самой. Вот, допустим, в Москве у нас проходит на водном стадионе. Там хорошее место, шикарное, удобное. Но немножко неудобно добираться зрителям. Когда проходят соревнования на Поклонной горе, когда рядом метро, когда большое количество туристов, у нас практически мало свободных даже мест бывает. Бывает, и не найдешь их. Вот в Барселоне, мы, допустим, на центральной набережной был Барселона Кап. Там люди стояли там по 500 метров в очереди, чтобы просто попасть на стадион, посмотреть на этот вид спорта. Поэтому сегодня уже такой вопрос стоит, что нам нужно все-таки где-то находиться в таких местах, где там есть... Доступность была нормальная. Доступность была нормальная, да. Потому что мы еще не такой вид спорта, небольшой футбол, не хоккей. Понятно, что на край города за нами не поедут. Но если это будет доступностью нормальной, они с удовольствием придут, поболеют и за клубы, и за сборную. Потому что действительно вживую этот вид спорта смотрится абсолютно по-другому. Уже поедут, я думаю, Виталий, уже лучший клуб в мире. Нет, 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 поедут. Сейчас у нас есть несколько таких вот... Суперфинал чемпионата России будет проходить в Москве. В этом году у нас мы каждый год меняем города для того, чтобы действительно популяризировать этот спорт. У нас в Санкт-Петербурге проходит, в Саратове, в Самаре, в Сочи финалы были. А в Москве какие числа примерно? У нас, получается... Ну, начало августа, еще сроки днем. Ну, приблизительно, совсем летом. Мы очень сильно зависим, почему мы говорим неуверенность, мы зависим от европейского календаря. Там очень такой тоже плотный график, и очень много всего включается. И одна из идей, что в этом году, может быть, в Лужниках будет проходить. Когда после Чемпионата мира, после Большого все пройдет, в Лужнике сейчас становится такой очень интересный комплекс. Вот там с администрацией города у меня была беседа, они говорят, почему это в Лужниках? Мы так будем рассматриваться. В РФС эту информацию дали, сейчас будем смотреть. Может быть, будет в Лужниках. Мы смотрели там и парк Горького, потому что мы где угодно можем играть. Ну, в общем, да. Мы где угодно можем побеждать. Ну, побеждать. Друзья, прервемся совсем ненадолго, и после чего обязательно продолжим общаться с нашими гостями. Оставайтесь с нами. Эта программа «Лучшая» в стране теле. Радиоканал «Страна.ФМ». Александр Хайрулиным по-прежнему в студии. И с огромным удовольствием продолжаю общаться с нашими гостями. Президент пляжного футбольного клуба «Локомотив» Виталий Погодин, главный тренер команды Илья Леонов. Ну и, конечно, мы чествуем сегодня наших героев-чемпионов как раз пляжный футбольный клуб «Локомотив». Искренне хочется пожелать вам удачи в наступившем новом году. Обязательно. Просто пусть обязательно каждый турнир, каждое соревнование, ну, не знаю, делают еще нашу сборную. Сильнее и сильнее клуб, я имею в виду. Еще сильнее и сильнее и успешнее. И сборную. И да, при всем уважении, конечно, там и к иранцам, и к бразильцам, и к португальцам, но все-таки как-то у них там хорошо получается и других видов спорта. Ну уж пляжный футбол давайте мне отдадим, пожалуйста. Мы будем стараться. Я вас очень хочу попросить об этом, да. Скажите мне, пожалуйста, друзья, но совсем немного времени остается до финала нашей программы. Подготовка футболистов пляжных и обычных футболистов, она сильно разнится? Вот если правила, уже игры понятно, отличаются. А подготовка? Ну, в принципе, нет. Это предсезонная подготовка. С другой стороны, просто у нас турнир и весь сезон очень насыщен. То есть у нас турнир может состоять из 8-9 дней подряд. То есть, в принципе, да, что для большого футбола, да, если мы сравним, совсем не характерно. Большой футбол, это все-таки матч ты играешь, 2-3 дня у тебя есть на восстановление, да, и можешь опять быть очередной матч, да, там, если чемпионат пересекается с кубком. У нас же это недельные циклы, практически неделя, ну, целую неделю мы можем играть. Функциональную подготовку никуда не деть, надо готовиться, надо бегать, надо прыгать. Это как у большого футбола. То есть, в принципе, работа очень-очень тяжелая, проводится перед началом сезона. Есть ли фан-клуб? У нас есть и фан-клуб, и очень много клуб уделяет внимания именно подготовке и продвижению этого вида спорта среди детей. Совместно с Российскими железными дорогами у нас запущена такая программа. Мы в детские оздоровительные лагеря, не только где находятся дети железнодорожных, во все... Вот, кстати, я читала, где-то в Анапе точно есть такой лагерь. Да, да, мы очень много... Сейчас вот с помощью одного нашего очень близкого, серьезного уважаемого человека построили в Артеке стадион. Прям там взорвали, не взорвали, но сдвинули скалу, можно сказать. И прямо над всем Артеком построили шикарнейший пляжный стадион. И сейчас Локомотив стал официальным партнером. Мы как будто... Вот как в школьную программу ввели, допустим, там, баскетбол, гимнастику. Так сейчас в Артеке будет пляжный футбол. Значит, мы взяли, так сказать, шефство над этим там, оздоровительным центром. Это только вот как наша жемчужина будет. А так у нас жемчужина России, это очень большой комплекс. Там 21 тысяча детей проходит через этот... С какого возраста можно везти ребенка уже на пляжный футбол? Вы не поверите, это я все подсмотрел в Бразилии, на Капакабане. Мы, больше того, мы сделали маленькие мячи, поменьше, чтобы малышам было очень удобно играть. И вот сейчас информация, вот даже вот наших, так сказать, коллег, что из мини-футбола малыши с огромным удовольствием переходит на песок. Потому что здесь намного интереснее. Здесь мягко, здесь нет таких травм, как там. Если тренера будут следить, там просто нужно... Есть нюансы, когда не нужно давать полного контакта малышам, чтобы они не бились. Вот чуть-чуть поспокойнее. Потом они уже это все в процессе смогут догнать. А вот здесь это очень интересно. Ну, кто может ударить через себя или там подпрыгнуть с лету на паркете? Это очень тяжело. Все равно будут травмы у детишек. А здесь они... Ну, я просто сам это видел, каким азартом они выбегают над песок, ставят в очередь, чтобы просто попасть на площадку. Поэтому мы очень много над этим будем еще дальше работать. Мы порядка... Там тысячи мячей раздаем просто в детские лагеря. Поэтому у нас большая-большая программа. А мяч-то, он тоже отличается от футбольного? Ну, в принципе, вес такой же, просто чуть-чуть материал у нас более такой прорезиненный, чтобы голой ногой можно было бить спокойно. Я хотела спросить, а в Иране будет встреча с бразильцами? Если они пригласят на этот турнир бразильский клуб, то он, наверное, будет. То есть могут они пригласить? И по какой причине? Ну да, это же клубный считается чемпионат. А может быть, будет Фламенко, будет там Васка Дагома, они могут пригласить. А вы узнаете о количестве стадоо? О составе буквально там, может быть, за месяц. Ну, там за неделю, за две они огласят весь список, кто будет играть. Ну, скажите, пожалуйста, настроение, я так понимаю, в команде на сегодняшний день хорошее, боевое. Тем более, прошедший год был очень успешный. Все праздники все прошли. Теперь надо... С джимой здоровой, самое главное, прошли успешно все эти. Теперь успешно надо подготовиться к новому сезону. Новый сезон — это всегда новые турниры, новые команды, новые, опять же, победы. И чтобы эти победы были, надо хорошо поработать именно в этот период. Есть ли какие-то специальные кричалки или, может быть, ритуалы у пляжного футбольного клуба «Локомотив»? Это я сейчас интересуюсь из любопытства и, конечно, знаете, для болельщиков. Но чтобы вы уже знали, вдруг кто-то отправится здесь на какие-то соревнования, турниры, чтобы сразу... Хэ-хэй! Не, а у нас на самом деле мы находимся, назовем так, в одной семье «Локомотива». Мы же не разделяем себя от большого футбола, от баскетбола, от хоккей. У нас одна, так называемая, большая семья. И мы как бы между собой очень сильно общаемся, дружим. Вот ребята были на матче с ССК, я так понимаю, на баскетбол. Мы сходим на баскетбол, опять же, на хоккей в Ярославле. В Ярославле наши ребята туда приезжают. На большой футбол тоже самое. Нас же тоже, вот с этим кубком нас чествовали на большом стадионе «Локомотив». Поэтому... Кричалки все «Локомотивские» абсолютно подходят. Лишь бы приходили и болели, и мы с огромным удовольствием, когда видят на трибуне, особенно там за границей, в форме майка «Локомотива», и приезжают там за 50-100 километров, даже в Испании было. Мы болельщики, пожалуйста, проведите нас на стадионе. Мы как там получалось, их заводили, потому что было очень сложно. Это нам мы... Просто почему и отношения, когда мы в одном, так сказать, клубе, большой клуб «Локомотива». Чувствуешь такую большую поддержку, очень, да? Конечно, однозначно. Мы это постоянно, опять же, ответственность. На всех сайтах все нас поздравляют, и так же, как и мы. Поэтому, ну, как бы мы в одной семье, назовем так, большой семье «Локомотива». Ну, в общем, если кричалки «Локомотивские» есть, и многие, конечно, знают, но мне кажется, что должны быть специальные для пляжного футбольного клуба. Ну, что-нибудь такое там. Ну, есть хорошая кричалка у баскетбольного. Ну, если покатило «Локомотива», этот бронепоезд не остановить. Отлично, да, согласна. Надо заучить, если вдруг кто-то не был в курсе. Друзья, интернет, сайт какой-то специальный. Где могут поклонники, следители, те люди, которые сейчас заинтересовались? У нас есть сайт, у нас есть группа ВКонтакте, у нас есть сайт в Инстаграме, везде. И то же самое то, что любые вопросы, которые там приходят, где можно дополнительно заниматься, где можно найти нас, еще, так сказать, чтобы болеть. Все это, все полностью, как во всех серьезных клубах, так все у нас есть. Все абсолютно есть, и при желании можно, конечно, это все раздаваться. Да, просто набираете ПФК «Локомотив», и сразу высвечивается. Что вы сами пожелаете себе в этом году, ну, не знаю, помимо побед, или только победой на этом остановимся, есть какие-то такие глобальные цели серьезные? Не знаю. Здоровье. При привлечении больше. Всем здоровья, и потом можно больше приходить на наш вид спорта. Пожелать, во-первых, футболистам нашим обойтись без травм, здоровью. Самое главное для футболиста это обходиться без травм. А все остальное хорошо поработать, и, конечно, побед. Ну, я вам честно должна признаться, вот я лично, хотя, конечно, далеко не пример, но я для себя открыла этот вид спорта благодаря вам, благодаря, конечно, пляжному футбольному клубу «Локомотив», и, конечно, не скрою, благодаря победам, благодаря чемпионству мира, ну, это так, друзья. Поэтому еще раз вам спасибо огромное. Большой привет всем спортсменам, всем-всем-всем-всем футболистам. Спасибо вам за эту гордость и радость, и еще раз побед и удача. Мы вас будем ждать всей командой здесь у нас в гостях в эфире телерадиоканала «Страна.ФМ». Поэтому, наверное, так и скажем, что до скорого. Спасибо. Спасибо огромное, друзья. Болеем все теперь всегда, ныне, за пляжный футбольный клуб «Локомотив», ищем в интернете сайт. Ну, и, конечно, мы обязательно вам расскажем, где и когда можно будет посетить соревнования, будь то это где-то за рубежом или даже здесь у нас, в Москве, что, в общем, было обещано. Спасибо. Финал программы «Лучшее в стране». И следующий выпуск, как всегда, вас ожидает завтра в это же самое время. Смотрите и слушайте телерадиоканал «Страна.ФМ» Первый, единственный в России телеканал с синхронным вещанием в «ФМ-диапазоне». Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ».